14 года здесь на этой войне мне понравился момент когда ты разговаривал с женой когда ты рвался обратно сюда ранение получил и жена тебе сказала время придет момент мне другое и когда пришло на сказал иди иди вот этот момент скажи пожалуйста а почему на так сделать потому что супруга у меня тоже патриот она патриотически за заряжена она верит в россию я не знаю просто напросто она уважает нашего президента в такую с такой любовью она его просто обожает у нее есть у нее есть реально вот вот она как особо говорит было бы горит возможность я бы горит без проблем реча до горит быстренько горит военкомат горит заявление написала и горит поехал дети у нас дети у меня ребенок 6 лет маленький старшая дочка сейчас будет поступать то есть кто-то должен следить за детьми правильно патриотизма поверьте в наших женщинах патриотизма больше чем у нас у самих мужиков вот поверьте ну я вам серьезно вот может если если бы нашим женщинам дали волю на подписание контракта я думаю что очень было понравилось хорошо мы сейчас вернемся и к женщинам и вот ты с югры да ты фактически считаешь что это твоя вторая роль да это мотор ты говорил слова благодарности жителям югры власти на наши тогда те приняли да они меня этот они не примели совсем оказали всю помощь какая-то которая можно было то есть я я благодарен им это люди те которые всегда вот молода вот я не знаю куда не обратись везде помогут везде помогут какие бы не были бы проблемы то есть губе у нас губернатор он всегда понимает людей понимать и он тут он помогает этим людям в принципе твои слова они сейчас подтверждаются присутствием до первого заместителя алексея викторовича вот ты за помощью определенной помощью том чтобы обеспечить подразделение до подразделения штурмовое да 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 вот он взял и привез это это привет да это это он правильно сделал спасибо ему большое это нашему округу спасибо людям людям которые не люди это все сделали явно другом о том что есть обратная связь обратились власть услышала власть обратилась к людям вот почему я говорю что хумао это постоянно то то что мы просим да не в таком количестве но они привозят пока как правильно вот объяснить по мере возможности этого но они стране это привозят очень быстро чтобы как бы мы не стояли на одном месте нам этих вещей вот которые сейчас привезли да вот тепловизор и вот эти вот это та вещь которую мы вообще очень сильно нуждаюсь очень сильно если их будет больше это мы в это вообще тоже будет прекрасно а вот потому что сейчас данный момент вы сами прекрасно понимаете что без этих вещей очень тяжело сейчас работа не понимаю это человеческая жизнь это самое главное самое важное что у нас может вот тебя сейчас есть уникальная возможность напрямую потому что ты говорил что есть вещи которые как бы вам еще нужно да вот ты можешь сейчас напрямую обратиться лице алексей викторович и сказать чтобы спасти жизнь ребят этаж основная у тебя подразделение тост мало понятно не не только вот а вообще здесь у вас очень много да да она здесь хочу чем да вот например вот мы больше без этот нам нужны броня облегченная броня данный момент вот мы штурмовой отряд и для этого нам нужна облегченная это броня потом люди мы вот набираем на себя мы солдаты да мы знаем что на себя надо повесить и нам она в бою это надо будет но лишь на грамма получается мешает и вот именно если самый не лишний килограмм я меда в броне лишний до броне лишний килограмм он не нужен он не нужен мы лучше добавим боя снаряжение поболее чем ходить когда металлических в основном большая часть тут много металлическими пластинами до сих пор ходят амарин кралин от металла мы должны давно уже уйти это не то так же само нашим штурмовикам нужны тактические наушники тактические каски это потом рации узел связи нам нужен вообще полный со всеми то что есть у них там гарнитура вот это все надо вот и на войне а какая причина вот кроме того что то идейные до видео а ещё какая петель долг ну doc перед кем перед родин перед родиной перед родина то нас одна и согласны со мной без 8 у нас не может быть мы должны войне за родину за свою родину за свою землю земля у нас извините ого какая ее надо забирать 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 и дать понять тем людям тем людям что эта земля наша они ты меж каким тем тем который запада а ты мир за них межа не надо трогать нашу землю это наша земля мы на ней выросли мы 30 детства все проходило все на этой на этих землях правильно вот ты сказал родина да а для тебя родина вот и принципе как бы приехал жил здесь на донбассе на этом переехал туда переехал жимал родина у тебя эта территория или это общее я вообще у меня вообще не разделяешь я не разделяю у нас мы не как можно разделить что-то если это наши это наши земли значит ты здесь защищаешь их мало в том числе да и своих детей и своих детей и своих детей и своих детей я также сама не только не только своих здесь ребята все пришлись для того чтобы защищать свою родину своих детей и будущих детей а не обидно тебе что ты вот как истинный человек который любит свою родину ради него готов пожертвовать самым дорогими к жизни а другой кто-то не хочет нет не обидно но у каждого есть человека свои как говорится понимание принципы кто-то боится кто-то не быть мы боимся конечно все умирить все боимся умирить погибнуть вот ну если человек не готов к этому я в принципе я не считаю как бы его суды этот засылать там каждого человека я не знаю просто напросто я такой человек я если пошел значит я буду танцовать скажи ты веришь в победу да вот формула твоей победа она какая что нужно нам для того чтобы мы победили нам нужно чтобы люди уже сюда заходили подготовлены конкретно не так как он пошел на полигон они отстрелялись а и все и на этом мы забыли нет то есть каждый день каждый день человек должен готовиться 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 и готовиться ну понятно то есть твоя основная формула это подготовка да вот профессионализм на и этим победим но а вот помимо там подготовки технического обмундирования и так далее вот боевой дух мне кажется у тебя он очень высокий боевой ну на вас у вас в подразделении он высокий вот наверное это тоже является основой потому что как бы ты не был подготовлен но если духом духом мы сильны духом сильнее если мы не будем сильны духом тогда зачем мы здесь ради чего тогда если у нас нету этого духа вот поэтому ребята которые могут приходить к вам к своим да мы им поднимем ваше боевое подразделение или там в соседнее подразделение любое ответственное вы будете как сказать поддерживать своих будем и всем всем чем можно да всем чем можно мы будем поддерживать понятно плечом к плечу он же сказал это для нас одна общая родина одна общая страна на общая страна как обнимала по национальности вероисповедания или даже территории да вижу вас много таких естественно поэтому дух плечом к плечу закрывать другую спину то что говорил это военная дружба вот не военная дружба это получается военное братство брат забрать брату брату это братство и это братство когда она остается она такая дальше идет и на гражданке братство так вот ты говоришь не мог слав на те вот и нашел слово братство ты зовешь людей вот она вот она смысл а и и Субтитры создавал DimaTorzok